Доброе время суток, дамы и господа! С вами Юрий Тенман, Картина ТВ, вопросы и ответы. Как всегда, я постараюсь вас провести по сетке телевизионных трансляций и показать, где можно посмотреть интересные какие-то матчи. Сейчас очень много игр идет в Европе, много игр идет и по миру. К сожалению, Картина ТВ действительно испытывает огромные сложности с трансляцией европейских игр, европейских матчей. Дело в том, что практически все страны стараются показывать эти матчи по платным каналам. И это не только Россия, которая увела весь спортивный футбольный контент в платные каналы ОКО, ОКО-кинотеатры. И, к сожалению, теперь только там можно посмотреть европейские игры, как Лиги наций, так и Лиги чемпионов и других европейских кубков, к сожалению. Но то же самое, например, делает и Украина, и очень многие другие наши бывшие советские республики. Я перерыл все каналы, пробовал найти, кто же транслирует эти матчи в разных странах, теперь уже свободных, суверенных. И я хочу сказать, что практически мне нигде ничего не удалось найти. Единственное, что, конечно, альтернатива какая-то есть, хотя она не всегда хорошая, но есть и радостные моменты. Прежде всего, что касаемо Лиги наций, конечно, там идут очень хорошие матчи, и это турнир, в котором всегда есть какой-то элемент борьбы. Там борются страны и участвуют все европейские страны, и очень жаль, что мы не можем смотреть такие игры, как Франция, Италия, например. Но вот сегодня, в воскресенье, по каналу латвийскому ЛТВ-7 будет показана игра сборной Армении против сборной Латвии. Я знаю, что есть многих, кто и живет за границей, и латыши, и армяне, я думаю, что, да и просто так, люди, которые любят футбол, могут посмотреть такую игру наверняка. Я, как всегда, не называю время трансляции, потому что оно в каждой стране свое, но имейте в виду, что сегодня, вот, в воскресенье, эта игра состоится. Сегодня, 7 сентября, эту игру можно посмотреть. Это, что касается Лиги нации, это единственная игра, которую мы можем увидеть. Что касается альтернатив футбольных, понятно, что перерыв на две недели во всех чемпионатах делается не зря. Это, как говорится, окно для сборных. И сейчас проходит квалификация чемпионата мира 26-го года в Латинской Америке, и вот здесь у нас есть возможность посмотреть практически все матчи, которые идут. По крайней мере, ну уж самое интересное, это точно, если не все. И те, кто следят за футболом, уже, может быть, нашли и знают, что канал Матч ТВ, российский канал, транслировал матчи уже Аргентина, Чили, Бразилия, Эквадор. В среду, 11 сентября, будут показаны аж три матча, и игры, в принципе, хорошие. Будет Колумбия играть с Аргентиной, будет Венесуэла играть с Уругваем, а Парагвай примет Бразилию. Ну и еще можно отметить, уж совсем для тех, кто любит экзотический футбол, я не знаю вообще, кому это интересно, но, в принципе, можно смотреть квалификацию отборочного турнира чемпионата мира 26-го года в Азии. И здесь тоже довольно интересно показывает канал Спорт 2, и идут довольно экзотические матчи, действительно, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия против Бахрейна, Ирак против Омана. Но есть одна игра, которая реально может вызвать интерес у кого-либо, потому что азиатский футбол растет, и посмотреть, в принципе, интересно. Это Япония будет принимать Китай. Это тоже по каналу Спорт 2. Вот пока такие новости. И последнее, что я еще хотел сказать, это в условиях полной изоляции российского футбола ищет какие-то пути Россия хоть как-то где-то сыграть, хоть с кем-то, хоть каким-то образом. Ну, называется, что натворили, то и получили. Значит, ну, я вам хочу сказать, что состоится в воскресенье товарищеская игра. Она под очень такой шумной шапкой. Онлайн суперсерия. Какая там суперсерия и, собственно говоря, с кем? Ну, состоится товарищеский матч в Алматы. Местный Кайрат будет принимать Санкт-Петербургский. Зенит. Это товарищеская игра. Она также будет показана по каналу Матч ТВ. Кому это интересно, и если есть питерские болельщики Зенита, а их очень много и по миру, я это знаю, я сам болею за Зенит. И хочу сказать, что посмотрим, как Зенит сыграет в Алматы. С вами был Юрий Тенман. Картина ТВ. Вопросы и ответы. Болеем за своих. Продолжение следует.